Вышла новая Камасутра для толстых. В ней так и написано, либо так, либо никак. Бежала лиса по лесу, а из кустов ку-кари-ку. Лиса в кусты. Возня, шорох с придыханием. Выходит волк застегивая ширинку и поправляя штаны. Вот что значит знание иностранных языков. Ох, мужики, как же я спалился. Жена была в длительной командировке и вернулась на день раньше. А у меня и борщ в холодильнике, и полы помыты, и цветы политы. Что ж ты врал мне всю жизнь, что не умеешь, жена спрашивает. Самой все по дому делать приходилось. И пытался ей объяснить, ну что не я это, что баб водил. Не поверила. А все потому, что когда вошла, я на кухне посуду мыл. Катенька на уроке математики жалуется Вовочке. Представляешь, я залетела и не знаю даже от кого. А я трипер подхватил. Не знаю, что и делать. Учительница заметила, что они разговаривают. Ну-ка, Вовочка, и сколько будет 6 и 8? 48, Мария Ивановна, мне бы ваши проблемы. Джон и Билл с женами играли в карты. У Джона случайно выпала из рок-карта. И когда он полез за ней под стол, то увидел, что жена Билла без трусиков. Весь красный он вылез из-под стола и продолжил игру. Чуть позже на кухне жена Билла спросила его, заметил ли он под столом что-то, что ему понравилось. Да, очень даже понравилось, ответил Джон. Ты можешь иметь это за 100 долларов, сказала она. Билл по пятницам работает во второй половине дня. И если ты придешь около двух часов после обеда, все будет в порядке. В пятницу Джон пришел к ней в 2 часа, хорошенько потрахал ее, заплатил 100 долларов и свалил. Вечером, когда Билл пришел домой, он сразу спросил жену, заходил ли Джон. Да. Он забежал на пару минут с неохотой, ответила жена. Он дал тебе 100 долларов? Снова задал вопрос муж. О боже, он все знает, подумала жена и сказала. Да, он дал мне 100 долларов. Ну и хорошо, сказал муж. Он забегал ко мне на работу сегодня утром и одолжил 100 баксов, сказав, что обязательно занесет долг после обеда.